Привет всем! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, каких ошибок вам не простят огурцы. Первая ошибка, которую мы можем допускать, это свежий навоз, который мы кладем в лунку при высадке огурца. Конечно, огурец, как и любая тыквенная культура, относится к тем растениям, которые очень любят и нуждаются в азоте. И когда корневая система также развивается, уходит на глубину до 40 см, и там она встречается со свежим навозом, который, как известно, выделяет достаточно высокую температуру, то и корневая система испытывает тепловой стресс, и наземная часть испытывает тепловой стресс, и тогда наши огурцы начинают желтеть, мы начинаем их поливать. В целом это не решает проблему. И, соответственно, первая ошибка, которую не следует допускать при выращивании огурцов, это свежий навоз в те лунки, в которых мы будем выращивать наши растения. Конечно, делать выбор в пользу только минерального питания не стоит, поскольку огурец, как и любая тыквенная культура, любит азот именно органического происхождения. Поэтому будем вносить азот, но обязательно, чтобы он был перепревший. Вторая ошибка, которую допустила я лично в прошлом году, это высаживание огурца в теплице с самой солнечной, самой теплой стороны теплицы. К чему приводит очень солнечная, теплая сторона теплицы? К тому, что воздух в этом месте постоянно сухой. А как мы знаем, основное условие для интенсивного развития паутиного клеща, это именно теплый сухой воздух. И какая бы борьба с паутинным клещом постоянно не велась с использованием фитоверма, он все равно периодически возвращался. И, соответственно, я вам рекомендую не высаживать огурцы на очень солнечные места, а все-таки находить для них более защищенные от солнца и, соответственно, менее сухие места в вашей теплице. Третья ошибка, которую нам не прощают огурцы, а именно огурцы гибридного происхождения, это прищипывание макушки. Гибриды являются теми огурцами, которые портенокорпические или самоплодные. И когда мы прищипываем макушку, мы таким образом фактически лишаем себя урожая. Поэтому обязательно будем формировать основной урожай у огурцов гибридного происхождения по главному стеблю без прищипывания макушки. Четвертая ошибка также касается прищипывания, но уже относится к пчелополяемым или сортовым огурцам. Здесь в точности да наоборот. На центральном стебле у пчелополяемых огурцов развиваются мужские или бесплодные цветки. И основное плодоношение начинается на боковых побегах. Поэтому для того, чтобы стимулировать развитие боковых побегов у сортовых или пчелополяемых огурцов, обязательно будем прищипывать макушку где-то в среднем на седьмом-восьмом листу после того, как они разовьются. Пятая ошибка, которую мы можем допускать, это совместное высаживание в одной теплице, фактически в закрытом пространстве и пчелополяемых, и гибридных огурцов. Конечно, это не будет приводить к очень сильному интенсивному изменению качества плодов, но если вы проведете такой эксперимент и высадите пчелополяемые и гибридные огурцы вместе, то заметите, что, к сожалению, и те, и другие будут горчить больше обычно. Шестая ошибка, которую мы можем допускать при выращивании огурцов, это слабое проветривание того места, того тоннельного укрытия или теплицы, в котором мы их выращиваем. Надо всегда помнить, что основные заболевания на огурцах, тот же пероноспороз, развивается на листовой части, поэтому обязательно предусматриваем проветривание, независимо от температуры окружающей среды. Седьмая ошибка касается профилактики развития болезни в прикорневой части. Как правило, когда у нас растение начинает свисти, плодоносить, и мы постоянно приходим и отрываем с него плоды, таким образом корневая шейка самого растения постоянно травмируется, на ней образуются микротрещины. И если мы не будем вести профилактическую обработку прикорневой шейке от момента начала плодообразования, плодоношения, то таким образом мы не сможем спасти наши растения от возможного развития в последующем корневых гнилей. Помочь справиться нашим растениям с развитием возможных прикорневых гнилей можно следующим образом. Взять 1 литр строительной извести, погасить ее, добавить на кончике ножа медного купороса, все это довести водой до состояния густой сметаны и периодически промазывать прикорневую шейку огурца, для того, чтобы исключить развитие корневых гнилей. И последняя ошибка, которую мы допускаем, когда выращиваем растения огурца, это полив. Очень часто мы поливаем огурцы дождеванием. Конечно, если мы это делаем в горячие солнечные часы, то это необратимо будет приводить к ожогам листовых поверхностей. Если мы это делаем на растениях огурцов, которые мы выращиваем в растил или на грядках, то это может привести к очень быстрому и интенсивному развитию пероноспороза. Поэтому любой полив лучше осуществлять для огурцов в прикорневую часть. И имейте в виду, что огурец это та культура на 98%, которая состоит из воды. Поэтому в среднем на момент интенсивного плодоношения одно растение огурца нуждается в 10-15 литрах воды. Обязательно учитывайте эту особенность. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч. Не забывайте про подписки и лайки. Субтитры подогнал «Симон»